С новогодними подарками губернатор Сергей Фургал отправился сегодня в школу села Соколовка. В учреждении учатся дети двух поселений района имени Лозо. В следующем году в школе начнется большой ремонт, будет обновлен спортивный зал, где занимаются и взрослые жители. Не останутся без внимания и другие детские учреждения района. Репортаж Дарья Небора. Голосок-то слишком тонок. Лучше маму не пищи, ты мне няньку поищи. Год крысы ученики четвертого класса Соколовской школы встречают мышиными историями. Для гостей из Хабаровска подготовили спектакль по мотивам сказки о глупом мышонке. Но в отличие от оригинала, со счастливым концом. Новогодняя елка проходит в школьном холле. Тесновато, говорят учителя, но зато тепло. Губернатору рассказывают, что традиционное место школьных праздников в спортивный зал не используют уже несколько лет. Температура зимой там не поднимается выше 15 градусов. Да и выглядит помещение непразднично. Последний раз спортзал ремонтировали 7 лет назад. Раньше был с подогревом пол, то есть трубы были. Поделились с детским садом. Уже лет 15 вот такой холодный пол. Внизу были. Хотя он вытяжка, все есть, и запенили окна. В школе Соколовки учатся местные дети, а также приезжают из соседнего села Марусино. Все 120 учащихся получили сладкие наборы от губернатора. Хорошим подарком к Новому году стало известие о том, что деньги на ремонт школы уже заложены в бюджете. Я хочу вам пожелать, чтобы вы были послушные, чтобы вы были воспитанные, чтобы вы слушали своих родителей, хорошо учились. А весной приступим и сделаем вам совершенно современный, хороший, новый спортзал. Также принято решение закупить новый автобус для сельского детского сада. Транспорт будет возить школьников из Марусино. С приобретением автобуса они смогут посещать детский сад круглый год, а не только в теплое время года. С Новым годом!